Погром автомобилей ломом вместо зарядки. Таково утро сурового жителя микрорайона сортировочной. Делает он это пару недель, его варварские действия зафиксированы свидетелями, видеокамерами и более того, сам он об этом спокойно рассказывает в интервью нашим корреспондентам. Итак, вот она, разминка с использованием лома в качестве отягощения. Действие Чикрыгина от ударов ломом. Вот остались одни пеньки, вот пенек остался, вон, и так дальше, вот была полностью вся территория огорожена. Вот забор, остатки остались, которые он уничтожил при помощи лома. Он крушит, да, то есть он делает это, я не знаю, с каких побуждений. Вот удар от лома. Вот на дверь, посмотрите, вот тоже удар от лома. Удары. Он физически сильный мужчина, как бы, и вот каждый день это вот он делает. Приходит каждый день с 6 до 8 утра. Иногда в 4 даже приходит. Это как свободный график, я, например, работаю, я помощник руководителя. То есть поэтому я и в 4 утра свободен, ну по-разному, я то с клуба приеду, то еще что-то. То есть у меня желание есть, я пошел, помахал. Детали автомобильные, которые мы из гаража достали, тоже он их повредил. Он приходит с 4 утра, то есть, ну, сломом в руках угрожает охраннику пытаться его ударить. Я пытался забрать у него деталь, при этом он мне поломал нос. Ну, возможно, может быть, и сбил. Заявление есть? Процессуальное решение есть по этому заявлению? Нет, ну, был один раз, он попытался воспрепятствовать, и я его один раз ударил. Все описанное в голове не укладывается, звучит как какой-то сюрреализм. Но между тем у сторон есть логичное, по их мнению, объяснение происходящему. История эта очень давняя, и главный герой Денис Чикрыгин уже не раз становился героем наших сюжетов. Раньше на этой территории была его авторазборка, абсолютно незаконная. Но он эту землю захватил и превращал битые автомобили в запчасти и металлолом. Ненужные сжигали прямо на месте. Когда они начинают их жать, здесь дышать невозможно в радиусе 500 метров. Сжигается, потому что в краске металлолом не принимается. Вот два десятка вчера или позавчера вывезли, два десятка еще вывезли. Вот они накопили, сейчас они их в кучу сгонят и сожгут. Они будут все вот там в металлоломе перевернуты и сожжены. Люди, ближайшее все население, боятся даже жить здесь. На контакт с нами не идут. Традиционно, когда мы сюда подъезжаем, и до этого приезжали с той целью, чтобы разобраться и навести здесь порядок, они просто закрывались в гаражах и ни на какие контакты администрации не идут. Мировой свидетель обстановили. Чикрыгин Денис Николаевич признать виновным. Не подвергнуть административному аресту на срок 5 суток. Ну и что, чем не первый раз, что ли? Не первый раз, и не второй, и не последний. 5 суток я вот так встал на одной ноге и простою. Принципиальная позиция, понимаете? Принципиальная. Он был оштрафован за то, что сваливал мусор по месту своей деятельности предпринимательской. Было решение суда, в котором присудил ему штраф в размере 2,5 тысяч рублей, который он, установленный в законном срок, не оплатил. Все время непонятно? Сейчас тогда купи обязательно. Нет, я штрафы не плачу, потому что у меня алименты. У меня смысла нет платить штрафы. У меня алименты в полмиллиона долгов. И с 20 тысяч час я бы ж выплатил. Ну что? Ну ладно, удачи. Это решение было вынесено несколько лет назад, и это было не первое судебное решение, и не последнее. В конце концов суд отправил Дениса Чехрыгина за решетку более чем на год. За это время территорию занял другой предприниматель Станислав Малин и организовал там свою авторазборку. Денис Чехрыгин освободился лишь две недели назад и начал громить бизнес своего последователя. Причем он уверен, что делает это на законных основаниях, так как суд ранее обязал его очистить загаженную им территорию. Ранее данный земельный участок, который я взял в аренду администрации города с аукциона, занимал Чехрыгин Денис Николаевич. Он как самовольно захватил данный земельный участок, но на него администрация подала иск в суд об освобождении данного земельного участка от схлама, мусора, производства, помойки. В общем, вот как-то так вот. Решение арбитражного суда у него об очищении данного земельного участка путем, чтобы привести его в пригодное состояние для дальнейшего использования. А он, подкрываясь данным решением суда, он уничтожает наше имущество, угрожает охранникам. Есть решение арбитражного суда. Вот оно. Арбитражный суд обязал меня очистить территорию. Вот за две недели я его очистил полностью. Я начал с той субботы, и вот за две недели там все очищено. Я очищаю, я выношу за территорию, то есть я оп, есть этот, как его называется, план, я выношу за территорию, все. Он якобы говорит, что я очищаю земельный участок от каких-то принадлежностей, там, не знаю, мусор или тому подобное. Но он это все, как бы, делает из хулиганских побуждений, уничтожает себя, нанося большой ущерб. Никаких вопросов ни со стороны сотрудников полиции, ни сотрудников прокуратуры ко мне нет. Пожалуйста, я сейчас привезу технику, то есть чистый город, то есть нужен пристав, техника с этого, с коммунального хозяйства. Решение суда есть. Все очистили, все заактировали, нет проблем. Конфликт этот между предпринимателями за бизнес и землю длится уже давно, не годы, а десятилетия. Заявление о конфликтных ситуациях между заявителем и его оппонентом поступает в полицию с 2003 года. По всем заявлениям были проведены проверки. В результате проверок гражданин, совершивший противоправное деяние в отношении заявителя, пять раз был привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного составом статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, и два раза по статье 167 Уголовного кодекса Российской Федерации, умышленное уничтожение или повреждение имущества. В настоящее время на рассмотрение ОВД находится очередное заявление потерпевшего. Кстати, за этот участок, на этот, простите, участок земли, за который так бьются предприниматели, ни один из них не имеет законных прав. Как сообщили нам в администрации, участок действительно выдавался пострадавшему Станиславу Малину в аренду. Но, так как он нарушил взятые на себя обязательства, то муниципалитет потребовал вернуть эту землю, и спор этот в суде уже выиграл. Но землю не то что не возвращают, а делят, как вы видели, со скандалами, погромами и побоями.